Итоги работы по меморандуму о сотрудничестве городской думы, администрации и РФИАС в НЕВ подвели в Сарове. Участники конференции признали совместную работу на протяжении пяти лет удовлетворительной. Многое действительно получилось реализовать, в том числе и в самых актуальных сферах жизни – образование детей, трудоустройство и обеспечение жильем. 1120 молодых специалистов получил Саров, получил Федеральный ядерный центр. В том числе и из них мне постоянно задавали вопрос, какое количество выпускников САРТИ. Почти половина. 400 человек. Принцип один. Все эти талантливые и умные наши дети, которые остаются здесь на нашей территории, получают образование, достойные, показывают результаты, имеют все условия работы в Российском федеральном ядерном центре. Дополнительно молодые рабочие, в том числе и из ПТУ – 426 человек. Мы предприняли большие усилия в соответствии с теми задачами, которые нам предписывал меморандум по сокращению количества семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Мы вернули обратно в жилой фонд те жилые помещения, которые использовались как нежилые. Мы сейчас переделаем одно из общежитий в жилой фонд. И вы видите, с 2159 очередь уменьшилась до 1311. Важным для города и его жителей стала реализация планов по улучшению инфраструктуры Сарова. Был построен КПП номер 4. Потом и дорога, которая сократила расстояние до областного центра более чем на 15 километров. Отремонтированы дороги на улицах Академика Харитона – Симашка. В области образования ускоренными темпами идет строительство новой школы на улице Зорги. В связи с развитием микрорайонов номер 21 и 22 необходимость образовательного учреждения там назрела давно. Саровчане заметили позитивные изменения в городе. Много таких улучшений заметно. Та же самая набережная, парк обустраивают. Чистые, все уголки обустраиваются. Все хорошо. Ремонт парка, новый мост и так далее. Ремонт дорог. Да, есть где работать, но в любом случае улучшения есть. Подписанты меморандума говорили и о проблемах, и о планах на будущее. Вопрос медицинского обеспечения стоит в городе остро. Особенно это касается юных саровчан. Все мы ждем реализации, которая началась, новой детской поликлиники. Работа идет по плану. И к концу 21 года должна быть поликлиника введена в строй. Не удалось решить проблему с доступным жильем. Если говорить про улучшение жилищных условий. С одной стороны, мы видим очень позитивную динамику. После спада 2016 года мы устойчиво увеличиваем объем вводимого жилья. И здесь вот 2019 года 48,2 тысячи квадратных метров. Что составляет приблизительно 0,5 квадратных метра на жителя города. Мы с вами знаем, что в указе президента о достижении национальных целей к 2030 году стоит показатель 0,8 квадратных метра на человека, на жителя в год. То есть нам на самом деле нужно еще предпринять усилия для того, чтобы количество вводимого жилья увеличилось. Чтобы жилье категории доступное формировалось. Чтобы жилье для социально незащищенных категорий граждан представлялось бесплатно. И с этой точки зрения нам понятно движение вперед. Рафиас Внеев, понимая со своей стороны ответственность за снижение стоимости жилья, пошел на беспрецедентные меры и распространил программу льготного гражданования на рынок вторичного жилья. Эти мероприятия позволили в 2019 году снизить среднюю стоимость жилья до 67 тысяч рублей за квадратный метр. Да, до 40 тысяч не реализовали. А почему? А потому что не начали массовое освоение строительства жилья эконом-класса. Надо честно и ясно сказать, не начали. И надо разобраться, почему не начали. Хотя такие планы были. Возможность повлиять на меморандум и на новую пятилетку есть у каждого саровчанина. Жители города уже сегодня могут внести свои предложения, мысли и идеи в план развития Сарова. Побольше развлечений для детей, чтобы можно было куда-то сходить с детишками, потому что детей много в городе, мамочек много. Улучшать нашу жизнь, делать лучший город, красивее и успехов. В целом много сделано для города, но хочется, конечно, еще больше, чтобы наш город процветал. Валентин Костюков считает, что командор ФИАЦ ФНЕФ сыграла выдающуюся роль в реализации меморандума. Конечно, есть ошибки, но, как показала практика, когда есть большинство, это будет способствовать более устойчивому продвижению в будущее. Без этого нельзя. На это, собственно говоря, и должна быть нацелена новая программа, которая на сегодняшний день представлена здесь, которая должна обсуждаться. Надо находить новые формы, круглые столы, использовать средства массовой информации для их обсуждения, привлекать жителей города для их обсуждения с точки зрения формирования. и этой задачи нельзя стесняться квалифицированного большинства Единой России в Городской Думе. Будет это квалифицированное большинство, будет развитие. Не будет его. С моей точки зрения, жизнь, конечно, будет продолжаться, но темпы будут меньше. Если новая команда в НИЭФ получит большинство голосов в Думе на предстоящих выборах, то для каждого из депутатов эта программа станет основой для дальнейшей работы. Елена Грицкова, Евгений Шевцов, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.